Мы продолжаем утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель. Новый день с вами встречает утренний фреш. В этом выпуске я, Александр Лупиненко, расскажу, какие выставки еще можно успеть посетить гомельчанам и, конечно же, познакомлюсь с другой полезной информацией. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 18 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 5 метров в секунду. До 25 сентября в выставочном зале университета имени Франциска Скорины открыта выставка «Человек читающий». Читать всегда и везде – это та тема, которая объединила полсотни снимков. Они же, в свою очередь, отражают эмоции людей с книгами в руках. «Человек читающий» – это проект, который стал итогом онлайн-фотомарафона Российского центра науки и культуры в городе Гомеле. Он получил продолжение в фотоконкурсе и выставках. Вход на выставку свободный, не пропустите. До конца месяца гости картины и галереи Гавриила Ващенко могут посетить выставку под названием «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений и в экспозиции, как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним и можно проследить весь творческий путь великого мастера. Библиотека имени Герцена предлагает познакомиться с живописью Норика Сарибекяна. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины, выполненные в технике масляной живописи, где гомельчане увидят работы, написанные художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. Ну а познакомиться с живописью художника можно до 15 октября. В музее автографа работает художественная выставка «Тетрис». Ее авторы – воспитанники Гомельского государственного художественного колледжа. В экспозиции – работы в технике рисования маслом на холсте. Натюрморт, портрет, фигурная композиция, человек в интерьере, пейзаж. Во все времена взгляды людей привлекали естественная красота и сельские пейзажи с простым бытом. Ведь этого так не хватает жителям больших городов. В работах молодых художников и интерьерный жанр, который больше, чем натюрморт, раскрывает жизнь человека через мир вещей и через обстановку. Не пропустите выставка открыта до 15 октября. Картинная галерея Гавриила Ващенко готовится к открытию выставки «Что может быть лучше природы?» Афорты Ивана Шишкина. Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известна его графическое наследие, хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более ста листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлен альбом «60 афортов профессора Шишкина. 1870-1892. Санкт-Петербург». Это оригинальные афорты черной краской и сепией. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художника в технике афорта. Далее о братьях наших меньших. Вы когда-нибудь задумывались, почему кошки не любят смотреться в зеркало? Если у вас в доме живет пушистый питомец, то вы наверняка наблюдали его странные отношения с зеркалами. С этим вопросом решили разобраться ученые. И они нашли простое объяснение поведению кошек при виде своего отражения. Оказывается, кошка не понимает, что это она. Поэтому, заметив потенциального конкурента, животное может разозлиться. Но полностью теряет интерес к объекту, когда понимает, что у него отсутствует запах. Как раз с этого момента питомец больше не желает попусту тратить время на смешные танцы у зеркала. Эксперты назвали три причины, почему кошки воруют вещи хозяев и других людей. О недостатках своих питомцев знает каждый хозяин, хоть и не всегда может найти им разумное объяснение. Наверняка многие испытывали праведный гнев, когда они могли найти ключи, заколку, губную помаду или даже деньги. Потому что коты давно унесли эти вещи в свою копилку. Специалисты называют три самые распространенные причины такого поведения питомцев. Если у кошки нет своих игрушек, то увидеть отличный потенциал она может в любом предмете. Вторая причина – необходимость человеческого внимания. Так кошка может искать способ выйти на контакт с любимым хозяином. Поэтому с питомцем нужно проводить достаточно время. И третья причина того, почему кошки воруют вещи – охотничий инстинкт, который может распространяться и на неодушевленные предметы. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управлений и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.20. Завтра в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передача о вопросах здоровья, тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет на среднюю продолжительность жизни в стране и на ее качество. Ну а первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал завтра в 19.30. Сегодня в рубрике «Есть вопрос». Нотариус Елена Харланова ответит на самые частые вопросы, которые возникают при передаче «Денег в долг». Не переключайтесь. Сделка, по которой дают деньги в долг, называется договором займа. Это договор, согласно которому взаимодатель передает заемщику определенную денежную сумму, либо иные вещи. А последний, то есть заемщик, в свою очередь, обязан вернуть такую же сумму денег. Договор займа должен быть заключен в устной форме, в простой письменной форме, либо в письменной форме и еще удостоверен в нотариальном порядке. В случае, если сумма займа превышает 10 базовых величий, установленных законодательством, договор займа подлежит обязательной письменной форме. Также обязательной письменной форме подлежит договор займа в случае, если стороной по сделке является юридическое лицо. Расписка же – это простая письменная форма договора займа. В случае, если вы заключили договор займа в простой письменной форме, то взыскать долг путем совершения исполнительной надписи у нотариуса вам не представится возможным. В данной ситуации это спор, который сможет рассматривать только суд. В случае же, если вы хотите обращаться к нотариусу за бесспорным взысканием денежных сумм, вам необходимо заключать договоры в нотариальном порядке, для того, чтобы вы смогли всегда обратиться с заявлением о бесспорном взыскании денежных сумм со своего должника. Для этого вам придется всего лишь навсего подать заявление нотариусу и предоставить нотариально удостоверенную сделку, на основании которого возникло обязательство по выплате. Согласие должника на взыскание долга в данной ситуации не требуется. Нотариус совершит исполнительную надпись в той валюте, в которой был заключен договор займа. То есть, если вы заключили договор займа в иностранной валюте, в евро, либо долларах США, то, конечно же, нотариус ученит исполнительную надпись именно в этой валюте. Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Александр Лупиненко. Рабочая неделя в самом начале. Пусть она пройдет продуктивно, легко и спокойно. Улыбайтесь людям, и они будут улыбаться вам в ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова